Здравствуйте, снова с вами Геннадий Бабак и портал Profitmania. Сегодня мы поговорим о том, как можно использовать каналы в работе с акциями. В принципе, это делается с любыми другими инструментами, но тем не менее. Сегодня с акциями я буду использовать программу Free Stock Charts. Она абсолютно бесплатна и у нее очень много возможностей интересных. Для начала, конечно же, можно сделать свои настройки определенные, создать портфолио. Например, вот есть у меня золотые акции, есть нефть, энергия, короткий ETF, ультра ETF, направленный против движения рынка. Вот 16 на 7 какая-то была выборка сделана. Ну, например, вернемся к золотым акциям. Есть такая возможность интересная, просто при нажатии на Tab автоматически будет меняться следующая, показывается следующая вот вам акция. И так по кругу. Теперь я это дело сворачиваю и возвращаемся к нашей теме работы с каналами. Значит, здесь есть возможность работать с одним экраном или же добавить несколько. В данном случае я добавляю второй, для того, чтобы можно было посмотреть, как работают каналы. Итак, что меня сейчас интересует? Я хочу показать, например, канал недельный. Вот поэтому посмотреть канал недельный. Вижу, что тут вот такая ситуация. Здесь есть возможность вот такой канал провести. Ну, тут он у нас, конечно, получится несколько безобразненький, потому что ситуация стрёмная. Это все можно растянуть. Ну, и с момента его проведения этот канал, видите, уже прорисовывается, в том числе и здесь, на более мелком фрейме. Это минутный фрейм, который я могу растягивать, сокращать, и я вижу уже движение канала, в канале в определенном. Если я установлю здесь один день, то я смогу этот канал немножко причесать. Ну, хотя, в принципе, так он более-менее точно сделан. Давайте посмотрим следующую акцию. Да, здесь канал будет более точно виден. Вот так вот, например, мы его нарисуем. И опять же, можно растянуть его границы. Что это нам дает? Канал, построенный на более тяжелом фрейме, на старшем фрейме, показывает границы, в которых будет возможно движение на маленьком фрейме. Так, так нас устраивает. Итак, мы видим, что наше движение находится в рамках уже определенного канала. Это достаточно хорошо наблюдать. Полезная штука. Неинтересно. Неинтересно. Вообще неинтересно. Здесь такая консолидация. Да, кстати, здесь видите, также есть возможность видеть volume and price. Вертикальный объем по цене. И мы тоже можем делать такие вещи, например, как раз. И здесь видите, по объему мы нарисовали нашу линию. Вот она появилась. Тут же был сформирован такой вот каналчик небольшой, который мы с вами можем выделить вот такую форму. Красота. То есть программа достаточно дает много интересных возможностей для работы. Давайте мы с вами перейдем на другую закладку, например. Компания, по которой была отчетность 21 числа. Там тоже выбранная. И поработаем с ними. Так. Недельный канал давайте попробуем построить. Ну, тут такая падение на неделе. Здесь разве что было бы интересно вот такие вещи нарисовать. Да, тут уже куча всего, наверное, размечено. Движение откуда уходило вот с объема. И дальше возвращаемся на дневной. Ну, здесь как таковой канал, в принципе, уже присутствует. Вот так он не особо красивый, конечно. Но есть. Еще раз. Мы на более тяжелом фрейме видим ситуацию как по объемам. Локальным объемам, которые были сформированы на днях. Так и по каналу. И уже на мелком фрейме, на M1, да, мы входим от границы того канала. Или от уровня объема, который мы видим на более старшем фрейме. Это дает нам больше шансов. Проверено. Проверено. Нин нет. Вот здесь нарисовали канал. Тут его сразу же стало видно. Также мы видим, куда придет цена. Где будут у нее возможные остановки и терки. Это здесь. Здесь и здесь. Ну, вот и все, что я хотел показать в этом занятии.